Дорогие друзья, однажды вы это крылили, но и все крылили, что это важно. Матфея, 10 глава, 11 стих. В какой бы город или селение не вошли вы, наведывайтесь, кто в нем достоин, и там оставайтесь, пока не выйдете. Столковать вообще нечего. Пришел, приняли, жизнь. В Дедахе будет написано так. Были бродячие проповедники, назывались, с места на место переходили. Если живет у тебя день, пророк. А если живет три дня, лже-пророк, гоните его. Дорогие друзья, это происходит с тем, что здесь написано. Если он хлеба на дорогу попросил, пророк. А если сказал, дайте денег, лже-пророк, гоните его. Да ему ехать надо, может быть, недостатка какой-то. Какое простое определение. А здесь говорится, и вы, когда войдете в какой город, узнавайте, наведывайтесь, кто в нем достоин. Вот это-то самое главное. Во-первых, всех посылает на проповедь, и с каждым, к тебе, к женщине, к старушке, к самому маму. Нужно иметь дар развлечения. Достойно или недостоин. И вот мы слышали чего сегодня об исцелении Христом с теплого. И судят. Не от Бога этот человек. Я мысленно картину ставлю так. Христос живет в Назарете, потом в Каперноум переезжает. И туда, ну, так, переставим. И один из проповедников, которых Христос посылает, он приходит ко Христу, заходите или не заходите, он начинает наведываться. И они говорят, не от Бога этот человек. На Христа-то ведь. Говорят. И он думает, нет, ладно, в этот дом, Божий, я не зайду. Тут недостойные люди живут. Ведь вот как дело-то выглядит такого абсурда-то. Сам Христос попадает под свое определение, что к нему и зайду уже нельзя. Когда начинаешь дальше смотреть, а это главное научить. Как определять? К кому? Это кажется, это такая же проповедник. Открывая златоуста, Божий, Наши, Тилаш, там, я перемолотил, ты литературы, ничего не мог найти. Я, другая, сижу в таком расстройстве, ну, почему-то это не говорил. И только молитвы открывают. Они это знали. Они сидели на месте. Они все были монахи. Я все понимал, это златоуста, но и к златоусту претензия. Почему, что я не разъяснил каждому. Все до одного не просто говорите, а вы идите. Хотя он говорил, насколько худы мы, что если одиннадцать аппаратов заквасили весь мир, а нас только христиан полный, и Альхия все еще не верующая. Как воскресенье, все на скачке. Вот это-то самое главное знать, кто достоин, кто недостоин, кому заходить. А зритель-то где? Ну, я вам задание даю. Найди у кого-нибудь из цветов, отцов, у телка Анна Дотворника, у Иоанна Кронштадтка, он костил по всей России. Вот я приехал в новый город сейчас, в Руссовку. Ну, приехал в Черновцы, в Одессу. У кого остановиться-то? Если вас примут, в какой город не придете, вошли, я сделал, вошел дальше, наведывайтесь. У кого? У дяди милиционера на вокзале. А к кому мне прийти? Как остановиться? Ты сам себе применили, ты никогда не ездил. Вот я приехал в Барнаул. Я жил до этого в Новосибирске. И что? Пошли в Покровский православный церковь. Ну, тогда ограды не было, а я вышел, помню, на паперки, сразу подошло несколько человек. Я уже ночевать знал, где меня пригласили. А дальше уже сразу появилось три квартиры, где остались. И те люди остались друзьями, у меня остались, может, оконная зарядка, какие были чудные беседы. Так мало того, людям показалось, что пришел пророк ветхозаветний. А одна мне сказала, говорит, мы послушали, как жена у вас говорит, мы подумали, что не Богородица пришла. У православности никакой меры нету, ни в чем. Но они не знают, никогда не слышали. А она говорит по Писанию, говорит с верой большой. Они после подходили, с каким же они благоговением подошли. Они каждый сойдут к себе. Вот мы и наведались. И мы разведали, кто достоин был. И в этот же первый день нас стали поносить те, которые находились в стороне. С первого дня. Прошло 10 лет. Друзья бывали, а поносители оставались на месте. И лет через 15 только одна упала на паперть. И за ноги хватается. И, простите, я наводрила. Теперь я узнала, вы не такие. А нас священники говорили. Матыш, забудь это все. Ничего этого не было. Иди ты к Господу. Наведывайтесь. Постоянно надо наведывать. А как? Все дар развлечения, вот хороший человек или плохой, я не знаю. Ну, мы все знаем, что милиция, ясное дело, это плохие люди. Что с милицией связывается-то? А уж про разных кавказской внешности говорить не надо. Разбойники. Вот и понятие-то какое сложило нас. А ты читаешь Библию, открой. Умирающий Давид. А Доня не дождется, когда умрет. Он 50 карахов завел. Священник на его стороне, авиафар, военачальник марша вооруженных сил, я за него, все за него. И он решил себя прозвучить царем. И вот вы знаете эту историю, как дальше пророк Нафана-то услышал. Версави предвидел жену. Версави заходит, ходатайствует, потом пророк Нафан. И они пробудили его. Буквально от смертного основания. Он говорит, нет, я обещал. Я забыть был тверд в своем слове-то. И дальше что? Дальше называется то, что посадите Соломона на моего мула, проведите его. И военачальник, и садок священник пошел. И дальше в Анея, скоро будет дальше главный военачальник. И хилифеи, и филипеи. И когда прибежал посыльный и сказал о Доне, я не знаю, что его больше испугало. Может быть, эти хилифеи и филипеи. А кто они это, спроси? И ты будешь как хилифей стоять и ничего не отверишь. Это дикая дивизия. Только что неавно в стране был великий траур-разгром. Первый, богоизбранный вождь народа, Саул, погибает. Давид не припомнил ни одного его злого добра, а услышал о его смерти. Какие они были дружны, бездобычи не возвращались. Какие были Сеонафаном дружны? Какая дружина, когда он один, значит, сына своего не убил? Он все забыл. Он знал, что помазанник Божий, но помазанника Божия ничего лишнего не скажет. И вот какие-то у Давыдов появились эти хилифеи. А оказывается, что это были кретини и пилистимляне, которые разгромили Саула. Они были очень воинственные, метко стреляли, и он из них набрал охрану. Вот такие хилифеи и филипеи-то. Они не просто знали, они у него в крите были. Они охраняли его. Может быть, это Адоний больше всего напугало. Сынам знакомые милиции ничего удивительного, если бы они стояли у дверей и охранялись. Это свои же хилифеи и филипеи. Ты вниз, не священное писание, доказать, кто достойный. А может, как раз вот эти хилипеи-то и достойны. Может быть, надо в институт милиции сегодня идти выше, в учебное заведение. А может, надо по отделам милиции свидетельствовать. Ведь нет ни одного отдела, которым я многократно бы не свидетельствовал. Это мне Бог дал. Домой начальник милиции приезжал в городском краевом УВД. Один раз около 700 сотрудников всеофицарского чина пришлось говорить. А то все хилипеи. А доцойны они или нет? А от них как раз и защита может идти. Они и сохранили жизнь Давиду. Итак, посмотрим по слову Божию. Как нам спасти жизнь свою, входя в какое-то селение? У Иисуса на вина в один. И вот пришли соглядаться и два разведчика иудейских в дом блудницы Равы. И она приняла и спрятала на крыше между снопами, а потом отпустила и сохранила свою жизнь. Как они узнали, что она достойна? Во-первых, в чужой доме, найдешь от блудницы, очень неудобно. Зашли мужчины, заплатили деньги, они пришли по делу. Вот кого они определили, кто достойный. Может, из-за этого Господь говорит, что блудницы. Матери, раньше вас идут. А если бы они зашли в дом к какому-то другому, пилистянам, то они бы сразу их и предали. Они же все патриоты. А в ней было одно чувство. А мы слышали, что Бог сделал. В ней была глубокая вера. Она поняла, что этому народу, Богоизбранному, Бог отдает всю землю. Мы будем разбиты. Потому что стены не помогут. Все рухнет. И она помогла их, спустила их, начала куда бежать, сколько дней сидеть. Она расписала все, как настоящий военный ракет. Нам необходимо иметь мудрость. У кого остановиться, с кем разговаривать, кому подойти. Деяние Абостова в 13.46. Павел и Варнава сказали с дерзновением к иудеям. Вам первым надлежало быть проведанным Словом Божиим. Но как вы отвергли его и сами себя, и будете недостойными вечной жизни, то вот мы обращаемся к истинам. Павел, да кому ты говоришь недостойной весь жизни? А если вещи в жизни недостойны, где они будут в аду? Ты кому говоришь? Благодарному народу. Конечно, они его люто ненавидели. Вот сегодня кто-то верующий пришел в синагогу и сказал, вы недостойны вечной жизни. Они молятся, они соблюдают закон. Эти слова-то остались в силе. Это в каждой синагоге сегодня нужно эти слова Павла повесить. Вы достойны вечной жизни. Вам не поможет ничто. Почему? Вы отвергли Слово Божие, и Бог отверг вас. Вот что надо. И не на это они богаты, евреи ограбили нас. Нет. Главное, что дайте им понять. Ваш иудей, раввин, Павел говорит. Он говорит Духе Святом. Так вы недостойны, чтобы восстановиться. Примите одного проповедника другого. А вообразим себе сейчас, что обратились бы сейчас иудеи, которые в России. Вы думаете, так просто православные вы их приняли? Если что позволит, у меня уже готовится к изданию новая книга. Это будет моя беседа с Александром Мениным. Я это вопрос ставил. Если бы был патриарх, еврей, как было? У нас такое настроение. Евреи сами дали обстановку. Что даже если бы он патриарх, даже молился, дали никакого вреда. И он это понимал. Значит, мы должны и эту обстановку тоже переломить. И показать во Христе нет ни Еврея, ни Елена. Мы все одинаковые. А им помочь от своего природного вот этой изоляции отойти. Чтобы они шли к иудеям. Шли к язычникам. Я говорю, вот у меня просто он стал священником. Он не просто обратился. Самое трудное, и даже если обратиться, сделать все христианное. Ему трудно свое природное. Нигде в своем народе, чтобы плохо не было. А он прямо стал свидетельствовать. Наши отступил от Бога. Давай говорить о протоколах силовских мудрецов. Обо всем. Скрыто. Обычно даже иудеи обращенные, они к этой теме не прикасаются. Это наш народ говорит. Ничего особенного нет. Мы это все объяснили. Кто-то не написал. Я христианин. Поэтому все остальное меня уже не касается. У кого остановиться? Те, которые были в Слово Божие. Вот они недостойны были. Недостойны. И для Павла недостойным-то оказался весь народ еврейский, который не приняли. А теперь я иду к язычникам. И он их признал достойными. Тем, которое Слово Божие принимает. Вот как определять. Когда в Новый Город придете. Деяние апостола. 26 глава. 20 стих. Проповедованы язычникам. Чтобы они, покаявшись, делали дела достойные покаяния. Определять по делам. Просто в церковь приходит. А узнать, какие он делает дела. Достойные ли покаяния. А это большая сфера. 1 Коринфянам. 9 глава. 27 стих. Проповедуя другому. Я заботюсь, чтобы ему не остаться недостойным. Недостойным, то есть не исполнять, что ты говоришь. Ты можешь быть проповедником, можешь быть священником и недостойным. Тебе проповедник ни один не остановится. Мне приходилось останавливаться в домах священников. Редко, чтобы была дружительная, хорошая остановка. Ну, просто принять, как человека. Они слышали о тебе. Очень хорошие. Прекрасные обиды. Но, когда начинаешь свидетельствовать, а дальше переходишь на обучение священства, они сделаются врагами. Я это не знал. Когда уже дело у меня закрыто было, стал читать. И пишет в лошадины. Он приезжал, Игнатий, к нам. Моя жена, она боготворит его. А я его письма получал, рвал и бросил в корзину. Вот терпеть не мог, оказывается. А сам по себе человек очень хороший. Почему? Потому что я сказал, на компромиссы не надо идти, не из-за трат. А сегодня торговлю убери. Сегодня торговля не прибавит денег. Вы заметите, что вот эти ящички, ну, церкви-то, они прямо по писанию. И Христос стоял и смотрел, что клали сокровищницу. Клали все приходящие. Ты идешь в храм, обязательно шла цепи. Туда положи. И он смотрел, они много клали в Довице, там две лепты положили. А кроме того, ходили и собирали. У всех собирают, у всех танков еще старелки. Это истребили. Так это писали. И собирать разрешается, не во время службы. Подошли, говорит, к Петру и сказали, учитель ваш не даст ли дедрахмата. Это был закон такой. Мы, видите, сделали все, чтобы полный у нас покой был. А кто достойный? А ты сам себе определи. Достойный ты. В первую очередь, идешь, приготовь сердце свое к слышанию. Саламон говорит. К слышанию. А второе, не приходи с пустыми руками. Тоже указывается. Так вы чего я об этом напоминаю? Я не знаю. Хотя вы знаете, я еще раз напоминаю, чтобы не оказаться недостойным. Тогда наше дело будет еще шире. Еще большее число материалов книг можем раздавать бесплатно. Оно ниоткуда придет. Нам нравится, когда нам дают. Приходят люди. И им то нравится, когда мы будем давать. Первое Коринфянам 11.27. Кто ест и пьет недостойно. Значит, кто причащается недостойно. А нужно узнавать, кто достойно. Значит, ты узнаешь, что человек так просто на ходу пришел, причащился. Получается, что и останавливаться у него не надо. Сначала переговори, узнай. Потому что на этом человеке уже не божий, он заразный. На нем зараза. Почему? А многие больные немало умирают. Недостойно причащается. А как узнать? Ну, то поранговариваем маленько, совсем слепой, что ли. Мы иногда в городе бываем, и кто-то подорвается. Радостный. Подходит, говорит, ну кто он такой? Для меня вопрос. То ли баптист, то ли православный, или адвентист. И начинаешь говорить, ну, священие вернуть, я уже узнаю, кто он. Высчислишь его. Знавать надо. Просите у Бога на это милости. Киписям 4-й один. Павел говорит, желаю, чтобы вы поступали достойно. Звание, в которое вы призваны. Звание. Мы легко понимаем. Вот идем мы здесь мимо, почему-то на нашей дороге здесь особое лежбище. Этих бомжей. Они мараты несли, лежат, ночью спят. И вот мы идем дорогой, и лежит офицер, допустим, звание большое, полковник. Это настолько было бы необычно. Я бы сразу позвонил. Не может быть, чтобы пьяный вел. А если, знаем, идет священник с крестом, да пьяный, как на кладби было. Да у него открыли, и партийный билет, значит, даже трудно поверить. Против его лица сфотографировали, прошлые годы были. И показывает. Я ничего не могу сказать. На кладбище там отпевал, он уже за штатом был. Достойно твоего звания. Просто человек, это одно. Но если у тебя звание, ты сын директора школы, ведешь тебя недостойно. Какой позор-то будет для родителей. Ты все время говорю, я христианин. Не знаете, с кем вы разговариваете. Я сын царя неба. Чтобы люди понимали, какое у нас великое звание. Мы полномочные представители неба здесь на земле. Мы не все в теме православной церкви находимся. И когда начинали говорить, да вы зарубежные. Да, мы там, моя церковь, которая... Ну, я не говорю, что и та-то не лучше. Которая с коммунитами связалась, хотите указать. А уж ближе к познакомости, я тебе позвоню. Это та церковь, которая погубила Россию. Потому что там они хвалятся, мы сохранили себя, какие были до революции. Я говорю, значит, это вы и самые... Это из-за вас Бог погубил Россию. Это отверг ее. И землю всю пил нашу. За поповское дело. Храмы разрушил. Сразу замолкает все. Никто не возражает. Что интересно, когда человеку прямо говоришь, он это понимает. Сидим в синоде. Пехов архимандрит из Греции. Ну, я разговариваю. Хорошее расположение. Он так внимательно смотрится. Говорит, а вы понимаете, вы нам Россию раскололи пополам при Никоне. Когда старобрядцев, истинный хатер от Родины своей, которые веровали, как князь Владимир показал. И вы научились там Троепертия. Да, понимаю. Вы не понимаете ничего. Вот где хуже это началось. Не в масонах, не в евреях. В нас. Главное это вина. Вы нам это все дали. Дали веру, во-первых, перепорчили. А потом еще более перепортили. Нам нужна Евангелие. Запомните два слова. Христос и Библия. А все остальное должно подтверждать. Филиппийцам 1.27. Только живите достойно благовествования. Филиппийцам пишет. А как узнать достойно? Запитая. Стойте в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую. Не сказал за веру правную или за веру баскистскую. Достойно благовествования. Как он проповедовал. Достойно его проповеди. Это значит то Евангелие. Я легко могу себя проверить. Каждый день считать, сравнивать. И, Господи, а пошли мне того, как где-то благовестник идет и призвать. Ну смотри, кого примешь-то. Второе послание Писовный Киевцам 1.11. Я, Павел, молюсь о вас, чтобы соделались достойными звания. Кто-то обратился. Прямо молитву. Господи соделались, чтобы наша община, все члены были достойны звания христианина. И каждый день такую молитву приносите. Да и я бы, чтобы, говоря другим, не оказался недостойным. Просто разговаривайте с Богом. Тогда же он не на вас, что я вам материалы поддаю. Матфея 8 глава 8 стих. Сотник сказал, Господи, я не достоин, чтобы ты вошел под кровь дома моего. В этом сознании недостоинства есть высшее достоинство. И когда все сделаешь, ты скажи, я ничего не стоящий раб. Матфея 10.37. Кто любит отца или мать более, нежели меня, не достоин меня. Еще один признак. То есть, если твоя любовь на детей больше распространяется, а не на Бога, я еще раз напоминаю вам о квартирах. Я вам надоел, уже знаю как. У кого дети обеспечены квартирами, позаботились. Ты один, вот у нас на глазах. А за ту квартиру уже все. Бой почти закончен. Она ушла. Она еще мытарства не прошла, и квартира уже ушла. А я подписала верующим, сколько бы лет там ангельская тень слышалась. Я не о себе это говорю. О заботе. Пожалуйста. Отправьте это на небо. Говорю о тех, у кого дети обеспечены или кого нет. Чтобы оно ушло на безбожные руки. Лука, 7 глава 4 стих. Они говорили, приди к нему, Господи. Ибо он достоин, чтобы ты это сделал для него. Почему? А вот синагогу нам построил. Мы не настроимся, у нас и средств таких нет. А может быть человека в эту синагогу ведешь. А может быть какую-то часть дашь на эту синагогу. Мы не знаем, что с нами будет завтра. Где мы будем молиться. Это тоже надо понять, что за тебя будут многие ходатайствовать. Достоин ты или не достоин. А это видно. В зависимости от того, как твой дом и сердце будет шире для Господа. Римлянам 14, 17, 18. И барствие Божие не пищи и питье, но праведность и мир и радость о Святом Духе. По пальцам загибайте. Праведность. Как ее не хватает. Мир. Ну это я легко могу. Да совсем мирный язык припусти. И дальше ты радостно, что Святом Духе. Всегда будьте радостны. И тогда, кто вот так служит Господу Христу, тот угоден Богу и достоин одобрения от людей. Вот у кого надо останавливаться. Где праведность, мир и радость. Вот еще нашли три признака, по которым, ну не в один день, но ты узнаешь, у кого можно оставаться и проповедовать. Вот Самарянка, 4 глава, 40 стих Евангелия от Иоанна. И просили Христа побыть у них. И он пробыл там три дня. А за что? За то, что они его приняли и поверили. Духовные вопросы решили. Там, как Христос, две люди интересуются духовными вопросами. Я думаю, вот Самарянка ходила на мои занятия, и надо бы мне тома на три задала вопросов. Не меньше. Она у Христа была, и про ведро забыла свое, и про колобец. Да вопросы-то какие ставил, на которых сегодня ни один поп все прошибет. Деяние, 16-14. И вот когда слушала она, одна продавщина, молодая, Киас Керша, и Господь отверз ее сердце, и она говорит, если вы признали меня достойной, придите, оживите. И как она смогла убедить Павла? Он был в городе, где у него, и она убедилась. В ее словах была и доброта, и ласка, и убедительность. Она достойна была, и почему? Сердце ее Господь открыл. Вы себе запоминайте, подходим и подайте признаки, чтобы принять проповедника в свой дом, благовестника в дом. Второе к Коринфянам, 12-18. И не тот достоин, кто хвалит сам себя, но кого хвалит Господь. А кого хвалит Господь? Те, которые к его поступают. А остальное по-человечески. Может в потерях выдавать награды. Он много их выдает, потому что он щедрый, бурый, милостивый. Но от Господа может ни одной награды и не быть у человека. Ничего нет. Первая книга Макайская, 10 глава, 19 стих. Мы услышали о тебе, что ты муж крепкий, сильный и достоин быть нашим другом. Это говорят к одному вождю еврейскому. А нас тоже услышат, как крепко стоим, проповедуем. Мы многого еще не знаем. Только вот звуки идут. Сейте, продолжайте сеять. Вы же наши внуки пожнут. Премудрость, 3 глава, 5 стих. Испытал их Господи и нашел их достойными себя. Вот Господь нас и испытает. Во-первых, мы не будем поносить помадников Божьих. Мы не отвергаем благодати патриархии. Но и не пойдем напрямую, чтобы подчинить этим хелифеям и фелифеям. А будем прощать Бога, чтобы только его слушать. Премудрость Соломона, 6, 16. Премудрость ищет достойных. И мысли, чтобы были очищены. Он ищет Господь таких. Деяние 4, 43. 9, 43. И довольно времени провел в Иопии у Симона Кожевника. Чтобы этих людей-то видеть, какие они были. Про Симона Кожевника мы ничего не знаем. Сегодня экскурсия туда. Вот это дом Симона Кожевника. Я думаю, что этот Симон Кожевник был широкой душой человек. Он принимал странников. И чтобы человек не один день жил у него, это надо было кормить, поить, обиходить, дать место для Марины. Надо быть очень внимательным. Вот идет, согнулся, какой человек, все его видят. И только одна женщина говорит, это все Божие. Давай ему выделим одну комнату. И сделали так. И она приняла пророка Елисея. Устроили ему жилье, и говорит, дайте ложе ему сделаем, то есть кровать хорошую поставим, столик ему, компьютер поставим. Пусть он здесь работает. А как узнавать? С обверженности. И пророк-то Илья, так, посмотрите, какой эгоист. Женщина одна горсть муки, масла мало, и вот съедим и помирать. И он говорит, ладно, мне отломите что-нибудь. Он говорит, нет, сначала мне приготовь. А кого она приготовит-то? Ох, эгоист же был он. А когда глубже смотришь, он испытывал, дало ли она пожертвовать всем. Да он ей привез туда не одну машину, и, может, цистерну масла. Три с половиной года у нее ничего не удаляет. То есть по самоотверженности, по доброте. Я скажу, что православные люди очень щедрые и неразумно щедрые. Всех пьяниц, всех наркоманов, всех валяющихся. Я помню, он один так лежал, и чего его так занесло? Он с тротуара ноги свешил, машина ехала. И ноги обе отняли у него. Да теперь он за святого. Просто давали, он за день едва набирал. А тут он придет, за день сейчас набирает, он беспородно снова спит. И бабки его лелеяли, кормили, поили, пока там не поили. Православные очень добрые люди. Ну, пророки Бога мудрости. Деяния апостолов. 20 главе 3 стих. Апостол Павел говорит, пробыл 3 месяца. Ну, было возмущение от иудеев, ему пришлось везти. Так и бывает с нами. Вот возмущение, подвинемся. Деяние 21.4. Вот ученики приняли его и тоже пробыл 7 дней. Галатам 1.8. Пришел в Иерусалим, пробыл 14 дней. Я говорю о том, кто принимает. Это все были добрые люди. И вот одно место встречаем. И Иоанн Богослов говорит так. И он говорит, не только Деатриев не принимает, Дмитрий вспоминает, но и принимающих изгоняет. Если мы не принимаем, по крайней мере, не препятствия тем, которые принимают. Мы не всех принимаем. А иногда к нам приезжают какие-то гости. Вот в Салматы две женщины уже окончательно договорились. Я дал разрешение приехать. Приедут на несколько дней, может быть, остаться надо будет. Они едут грамотно, как мы договорились, что они там причащаются, они работают в воскресной школе и хотят поработать в лагере. Мы не с улицы принимаем. И по милости Божьей нас еще пока ни разу никто не обокрал. Как-то мы осторожно так ведем себя. Но об этом будем молиться. Чтобы ранников, пришельцев, проповедников, гостей достойно принимать. И чтобы Бог признал достойными. А с ними вместе и Он придет. Кого не приняли, меня приняли. Аминь. Аминь. Аминь.